недавно я публиковал видео в котором рассказывал о том как платить дивиденды с акции американских компаний и на это видео было масса комментариев различных и многие писали мне что я не прав что это не совсем так что надо вот тут подробно расписывать каждую дату каждый платеж буквально и так далее и сейчас я хочу ну выразить свое отношение к этому во первых вторых ответить на многие комментарии и открыть страшный секрет налоговой инспекции и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий вы знаете что я уже предприниматель с огромным стажем больше так сказать 26 лет там в районе 30 лет и мне приходилось сталкиваться с налоговой не раз поверьте мне и многие люди представляют себе что налоговая она как-то вот там зверюги сплошные они только и мечтают чтобы с нас содрать деньги и что это враги буквально наши а если мы масса людей которые считают что налоги надо платить я считаю что это правильно потому что за счет этих налогов государства существует она устроит дороги она помогает улучшать нам жизнь поэтому налоги платить надо и мне очень обрадовало то что люди как раз вот интересовались тем как заплатить налоги как все это правильно сделать с точки зрения людей это очень здорово потому что ну люди во первых хотят заплатить это и могу сказать что я общаюсь и с украинскими зрителями и иногда и ну на украинские каналы захожу потому что украинцы очень здорово продвинуты в интернете они ну то есть я изучаю они помогают мне продвигаться в интернете так вот в украине я заметил таких у них главное это как удрать от налогов как избежать налоги как ну то есть там нет такой культуры выплата налогов как у нас и это радует но с другой стороны смотрите люди говорят ты неправильно заполняешь что вот надо так 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 каждый платеж и так далее кроме вам страшный в налоговой работают люди живые люди и вы скажете капитан очевидность да но я предлагаю вам относиться к ним как к людям прежде всего доброжелательно но с другой стороны это люди у которых есть свои достоинства свои недостатки свои какие-то амбиции поэтому давайте на эту тему немножечко ну прежде всего что я хочу сказать что скорее всего с вами будет общаться не руководитель налоговой инспекции а скорее всего с вами будет общаться какой-то человек который просто работает в налоговой инспекции его функции это ну что-то вбить куда-то в компьютер и так далее и этот человек работает за зарплату и эта зарплата очень часто ну не самая высокая во первых то есть он госслужащий заработать за зарплату и не думайте что он сказать как бы попросит у вас взятку это сказать там сейчас это уже не принято давно я не об этом и о том что зарплата недостаточно высокая и поэтому туда идут люди в общем-то ну не самой высокой квалификации может быть вот так это первое второе человек с которым вы общаетесь как я уже сказал может иметь какие-то комплексы различные и так далее и вот это тоже очень очень важно смотрите вы приходите и показываете им вот свои какие-то доходы что в американские акции какие-то дивиденды и так далее но согласитесь что еще там 5-10 лет назад но было трудно представить что кто-то будет платить какие-то налоги с американских акций где он их возьмет как купит это было совсем совсем не распространено этого было очень мало и поэтому очень мало людей занимались фондовым рынком но в последние годы вот прямо лавинообразно растет количество открытых брокерских счетов люди открывают брокерские счета люди покупают акции в том числе американских компаний и они получают дивиденды и очень часто эти люди ну в общем то во первых не бедные а во вторых это новая область которая появилась и поэтому в налоговой просто напросто ну скажем так не очень мало специалистов которые разбираются в дивидендах тем более с акции иностранных компаний как их брать что убрать вот они не знают это первое второе люди которые там работают они ну очень часто просто не имеют фон никаких инвестиций фондовый рынок и они могут относиться к вам как буквально ну не очень хорошо что вот буржуи пришли надо их значит развивать есть и такое этого мало очень мало то есть если когда вот лет 15 там 20 назад к налоговой было совсем другое отношение у налоговой к предпринимателям было совсем другое отношение потому что когда приходила налоговая у них цель было так развивать как-то снять налоги побольше значит придраться к чему-нибудь час этого нет абсолютно и сейчас это просто люди которые но кто-то может быть и с такими пожеланиями то есть вот наказать кого-то значит там показать свое превосходство но скажу честно бывают иногда откровенные дураки чем отличается дурак от не дурака тем что дурак никогда не скажет не признается что он дурак но такое бывает крайне редко бывает просто люди которые не совсем понимают как брать эти налоги вот в чем дело и некоторые считают что лучше перебдеть чем недобдеть поэтому они могут потребовать действительно вводить каждый платеж и так далее но когда мы скажем платим налоги но любые другие то они просто как бы пока мы работаем они как-то вот суммируется накапливается даже на брокерском счете то есть есть прибыль есть убытки они суммируются и получается вот общая прибыль которая складывается из целого ряда операций но не важно что эти операции ну валютные там ничего страшного они там накопились то есть накопительным счетом идут и мы потом платим налоги с общего вот этого с просуммированного котла мы же не будем каждую операцию там скажем купли продажи если у вас частности магазин например туда вносить правильно правильно мы вносим выручку за день буквально а потом сказать она суммируется подается отчет за месяц а потом за квартал понимаете и уже по квартально платятся налоги точно так же и здесь мы платим налоги вот эту вот разницу в дивидендах раз в год зачем суммировать каждый раз вот я к этому и кто-то может быть и потребует потому что в этом не разбираются вот и кто-то мне написал что вот там значит вас разует вас там налоговая там туда-сюда да не будет этого друзьям и если кто-то налоговая там скажет что вот я вот так и все я на этом настаиваю попросите написать отказ в письменном виде и и просто скажите просто относитесь дружелюбно к этому человеку и скажите что а я вот знаю что вот так и и вот это правильно и просто надо сказать это убедительно и все это подействует я вас уверяю большей части потому что люди там живые и я вам еще одну тайну открою что если сотрудник налоговой неправомерно насчитал вам какие-то штрафы то вы можете подать на суд и вот то что вы выиграете он заплатит из своей своих денег вот в чем дело поэтому никто вам письменно отказ не даст вам 20 раз подумает потому что письменно это уже вот она можно подшить в дело поэтому вот этим надо пользоваться и это во первых а вторых надо просто изучить как это правильно и просто убедить людей но согласитесь что но каждый платеж но если их тысячи 4000 записей и каждая из них по 35 центов там какие-то мили там какие-то по доллару какие-то больше какие-то меньше ну это просто неразумно поэтому я убежден что я сказал все правильно то есть мы предоставляем туда справку вот справку из америки но она к сожалению на английском языке возможно потребует перевести ее на русский ну или показать вот обвести вот она вот налог вот значит как он взят и я уверен что большинство в налоговой ну согласится если могут не согласиться я еще могу сказать что я посмотрел на сайте открытие брокер есть такой открытие открытый журнал ссылочку на эту статью я размещу в описании к видео там написано ну то же самое но может еще потребоваться соответствующая справка от брокера по дивидендам я к сожалению не нашел эту справку автоматически поэтому не могу вам показать я запрошу у брокера но я скачал финансовые аналитические отчеты там в общем то все есть я скачал отчет брокера по санкт-петербургской бирже там есть огромное число все 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 операции перечислены в том числе зачисление дивидендов честно говоря я там не очень разобрался вот там ну там все операции их очень много когда я скачал это все файл в excel я попытался выделить почему-то дивидендов там оказалось больше но из них там может быть не все американские там в частности есть теньков а теньков насколько знаю зарегистрирован например в лондоне и здесь я не знаю просто как считается я попытался вычесть там у меня тоже не совпала сумма но то что заплачено в америке то заплачено в америке вот поэтому может быть они по другим там тарифом как-то считаются поэтому первичная справка для меня вот это 1042-с которая американская а здесь просто я могу по отдельному запросу предоставить вот всю распечатку и смотрите пожалуйста как она сделана я не знаю потому что но я то тоже в этом не очень хорошо разбираюсь и то есть если им надо пусть разбираются если не надо они скорее всего просто примут этот отчет и все потому что они люди и им не охота разбираться во первых они как и все люди еще и не любят работать и сумма то небольшие друзья мои суммы небольшие вы видели что у меня за год 48 долларов поступила в качестве дивидендов из них 4,8 доллара это уже сумма смешная уплачена в америке и к уплате в россии 144 доллара и в общем сказать в той статье в открытом журнале написано что даже если неправильно посчитал то штрафные санкции в размере 5 процентов неуплаченных налогов ну то есть то есть вообще ни о чем то есть 144 и штрафные санкции 5 процентов нет там минимального штрафа какого-то за каждый платеж и так далее но нету этого потому что потому что налоговая в последнее время стала крайне дружелюбная в принципе к предпринимателям и я скажу более того это мировая тенденция дело в том что вообще в мире когда ну создается новое предприятие то вообще есть налоговые каникулы так называемые у нас этого нет а в мире то это есть но у нас этого нет скажем так ну как бы законодательно может быть но де-факто честно говоря вами мало кто интересуется пока вы только начинаете делать потому что а через год может вы и вообще закроетесь поэтому вот так во первых во вторых но сейчас у государства такая политика что не надо притеснять малый бизнес не надо притеснять предпринимателей она ну по крайней мере официально об этом заявляется и в общем то ну не поощряют вот это вот притеснение не поощряют различные наезды потому что и так уже всех замордовали и уже нет желающих открывать бизнес поэтому относитесь к этому спокойнее относитесь к этому по-человечески относитесь к этим людям тоже по-человечески и они будут точно также к вам относиться вот что я хотел сказать но напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу а сейчас поставьте пожалуйста лайк и до встречи с вами был демитко юрий